Вторая пара в этой весовой категории Володя Мноциканян, прекрасно известный нам боксер и Михаил Прокопьев, тоже, кстати, боксер, который не раз уже попадал в наши трансляции. Володя представляет Московскую область, Михаил Прокопьев, Краснодарский край и Республику Саха. Слушаем выполняемые команды. Не держать ниже пояса, не бить голову выше. Пожали руки, удачи. Мноциканян, бронзовый призер чемпионата России, победитель чемпионата вооруженных сил Российской Федерации. В принципе, уже добирался до такой неплохой точки в рамках чемпионата России. Да он постоянно боксирует. Стабильно работает, скажем так. Здесь такая же стабильность от него именно в самом старте этого противостояния, хороший джеб. Ну и у Володи, у них же такое главное принципиальное противостояние с Эдмондом Худаяном. Постоянно они пересекаются на разных турнирах на чемпионатах России, в частности. То есть там, например, по Чите в 22-м году они в итоге встретились в финале, и там Эдмонд был получше. Ну и вообще так, пока впечатление, что по их очным встречам Эдмонд ведет. Вот, кстати, Нагопитян, который как раз в параллель с нами на другом ринге боксирует, тоже очень любопытный спортсмен. Но он 51 боксирует. Да, да, да. Очень хорошо передвижение демонстрирует Нацаканян. Легкий на ногах, уклоны. Здорово, тайминг совершенно великолепный. Временами, безусловно, его доставал сейчас оппонент, но все равно. Что касается Михаила Прокопьева, он 95-го года рождения, призер чемпионата России 22-го года. Он тогда бронзу завоевал. То есть, в принципе, вот эти все ребята, они друг с другом уже боксировали не по одному десятку, а то, может быть, и сотни раз. Утрирует. Ну да, да, да. Ну очень хорошо знакомы, безусловно. Проваливает очень хорошо Нацаканян. Достает его периодически Прокопьев, надо признать. Вот так делать не стоит. А то это становится уже другим видом спорта. Ну, тут тоже мы нередко видели, как же без бросков. Таких. В тайском стиле. Очень хочется, но нельзя. Да нет. Хорошо уходит сейчас на дистанцию Володя. Но и прессинг очень неплохой от Михаила. Что, Михаил так коротко бьет. Подходит на свою короткую или среднюю дистанцию. Вот здесь провалился. И тут же такой тычок получил. Сразу как наказание за этот размашистый удар, которое было видно еще в самом начале. Может, меня кто-то поправит, но вот такого передвижения от Володи я не видел ни у кого пока за весь, в общем-то, цикл умения выходить из углов. Но он всегда очень подвижный сам по себе. То есть вот это вот движение по всей площади ринга – это его основная фишка. Одна из. Отработал, вышел, отработал, вышел. И раунд завершен. Ринк А, Красного Глуба. Продолжение полуфинального поединка готовится мастер спорта России Михаил Прокопьев. Краснодарский игрок из прибыли Сахария Гучиев. Поксир 94-го года рождения. Представляет спортивное общество «Динамо». Поксом занимается 17 лет. Счет боя на ринге не ведет. Он финалист чемпионата республики Сахария Гучиев. Чемпион южного федерального опорта России 24-го года в Краснодаре. Придируется под руководством битвия Фёдорова и Ираклия в лазонье. Длинно бьём, бьём, не одиночка, а длинно работаем. Субандант из-за ринг. Шаг к губу. Второй раунд. Едем дальше. Второй раунд. Да, рисунок пока неизменный. Передвижения, взрывы периодически. Вот Нансаканяна. И попытка сблизиться. Попытка поймать вот тот момент, чтобы разрядиться Михаилу. О, хорошие атаки вот у Володи. Но здесь и защита Михаила была тоже на уровне. Много ударов, конечно, за единицу времени. Просто рассыпают. Подзажал немножко Михаил, но это ненадолго. Да, великолепно. Приятно смотреть за этим. Приятно смотреть за работу корпуса. Да, вот это как раз тот самый бокс, который мы и ожидаем в весовой категории до 48 килограммов. Много перемещений. Да, удар они тяжелый. Но зато сколько защиты, сколько этих ударов и в целом какая динамика. То есть, когда вот в этом весе ребята ходят как не проснувшиеся, какое впечатление. Ну, как-то это совсем не очень зрелищно. Ну да, или как тяжи. Да, да, да. Один удар в 30 секунд. Да, здесь темп сохраняется очень высокий. Немножко больше стало клинча. Стал чуть больше ввязаться Михаил. Подавливает он. Неплохо. Постоянно прицел... Отличный правый был через руку. Да, здесь немножко застрял удар у Володи. Он сейчас хорошо зацепил соперника. Уходячего причем таким длиннобоковым. Но вот здесь опять Михаил отквитался. Правый снизу. Отличный от Володи. Здесь из глухой защиты он ждет момента раскрытия. Здорово. Опять достает голову Михаил. Правым навстречу. Складывается впечатление, что под занавес второго раунда Прокопьев немного прибирает преимущество в свои руки. Плюс давление, плюс, вернее, движение вперед постоянное. Но там уже считаете удары. Отличный боковой. Вот как раз уже немножко пижонить стал Володя. И тут же его за это пижонство, даже, наверное, не пижонство, поправлюсь. Все-таки за слабость небольшую, за минутную слабость, которую он себе позволил как раз. Потеря концентрации, скорее всего. Да, 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 да. Вот здесь очень быстро Прокопьев напомнил о том, что он тоже здесь не просто так. Не случайно зашел. Ну и что логично. Сечки просто так не появляются. Если мы не имеем в виду столкновение головами, то вот здесь понятно, от чего это все. Стоя, что интересно, Володя Мацканян отдыхает. Не так много боксеров здесь в любительском боксе, которые не выбирают сидеть в перерыве. Секунданты. Ну, он все-таки особенный в этом плане боксер, учитывая его количество передвижений. Как-то он, видимо, не имеет. Ну и опыт, опять же, да, то есть, ну, человек сам себя знает, это хорошо. Ух, здорово. Опять вот на этом длинном джебе Мацканян держит соперника. Как в самом начале, по сути. Вот точно так же под копирку начинается третий раунд, как первый. Здорово сейчас парни, я думаю, выкрутят скорости на полную. Постреливает, постреливает. Постоянно, да, то есть, поменял немножко тактику. На, наверное, уже 80-85% своей работы Володя делает передней рукой, сдерживая соперника. Надо признать, какая физическая форма должна быть. Тот, кто боксировал, понимает, что просто работает длинно, долгое количество времени одной рукой. Элементарно она закисляется, элементарно ты устаешь. О, поймал. Добавил отлично. Ну, кстати, он же стойки еще меняет. Да, то есть, вот как раз к вопросу закисления. То есть, да, устал у тебя левая рука, поменял стойку и опять джебом, но уже с правой стороны. Мы, если что, не свидетели секты только левого джеба. Потому что джеб, это все-таки по всем канонам, это удар передней рукой. То есть, как в зависимости от стойки, в которой ты стоишь. А то есть люди, которые говорят, что джеб, это только удар левой рукой, передней. Ни в коем случае. Здесь, в данном... Некоторые персонажи на форумах с тобой не будут очень сильно спорить. Ну, здесь пока спорят между собой Прокопьев и Мнацаканян. Хороший был от Володи. Удар. И здесь, да, небольшой клинч. Вообще, клинч редкое дело в этом противостоянии. От этого он смотрится динамично. Постреляет. И опять, да, вот попал и резкий уход. Причем так позволяет себе Нацаканян даже уходить с опущенными руками. Но он сейчас Прокопьев зацепил все-таки. Ну да, как раз наказал за вот эти вот финты и опущенные руки. Здорово. По голове и тут же по корпусу дважды. И за перчатку заводит правую руку. Но пропускает. Последние мгновения еще есть возможность у Прокопьева доработать. Здесь, может быть, хорошо встретить. Но уже, в общем-то, ничего не успеет, наверное. Стоп. Да. Огон. И готовится к выкропу ринка от третьего королевания. Курбан Байвенбеков за Байкальский край. Максим Кузнецов, Кировская область. Чем-то недовольны здесь в углу у Михаила. Жош, молодец. Володя Муциканян. Увидим его в финале против Виталия Павла Васильевна. Чемпионат России награждает пятиградный чемпион Советского Союза. Комендарный чемпион Микрофы. Чемпион мира. Обладатель Кубка мира. Кандидат педагогических наук. Заслуженный мастер спорта СССР. Василий Шишов. Бронзовый минарю и денежным сертификатом на 125 тысяч рублей награждается бронзовый педагог чемпионат России. Бронзовый минарю и денежным сертификатом на 14 килограммов Минарию Прококею в Краснодарский край, Республика Сара и Питер. Все, давай, удачи. Редактор субтитров А.Семкин